Итак, всем здорова, пацаны! Короче, такой вот ложек, ребята, как я еду, просто дорога, руль, скажем так. Это видео 360, можете направлять своим телефоном или пальцем, короче, смотреть, что происходит вокруг. Сейчас заедем на заправочку, зальем бензина. Чуть-чуть подзаправимся, пацаны. Да, пацаны, блин, девочку жалко, конечно, на костылях. Музычку, ребята, убавлю, потому что авторские права, сами знаете, что такое авторские права. Вот такие вот, ребята, автобудни, скажем так. Это уже не мотобудни, это уже автобудни. Вот ложек такой, вот погодка у нас, ребята, два дня была злютая метель. Видим снега вообще, то есть снега, очень много снега на улице. И плюс, вообще, вот, дороги в межгород, как Ульяновск, Самара, там Казань, там вообще все переметенные. Можете посмотреть в Инстаграме или там, или еще где. Ну, кто интересен, кто из этих городов. Там дорога просто вообще жесть. Вот. Так что, ребята, зима наступает, скажем так. Нормально, с такими, скажем так, медленно, ну и такими крупными шагами. Видите, метели, снега и вот это вот всего, что мы видим за окном. Ребята, я хочу просто вас спросить, поинтересоваться, как вообще видео в 360. Нормально же получается, в принципе, да, пацаны? Ну, вот сейчас едите как-то со мной, сидите вот рядом на сиденье, как-то вообще прям нормально, да? Как-то рядом. Вообще классно. Мне тоже такие видео нравится смотреть. Вообще, ну, мне прям так интересно, необычно, скажем так. Но. Так что, вот, ребята, вот так вот, маленечко начинаю разбираться с настройками камеры. Вот этой Инстаграм 360. Маленечко уже, ну, начинаю что-то, что-то понимать. Вот. Я просто пробую и смотрю видео. Пробую и смотрю, пробую и смотрю. Как, что, блин, выходит по качеству. Вот. Ну, не могу сказать сейчас точно, что я все разобрался. Это будет, наверное, еще не скоро. По-другому никак. Но смотреть можно. Смотреть прикольно. И я думаю, пацаны, это самое главное. Но. Скоро Новый год. Сегодня какой у нас? 26-е. По-моему, 26-е. Давайте посмотрим на телефоне. 27-е, пацаны, декабря, 14-49. Вот у меня на телефоне заставка Санька Диабло Р1. Вот, она будет стоять все время, пацаны, потому что это память, как я повторяюсь. Память она живет. Так что, пацаны, такие делишки, скажем так. Жалко, конечно, Санька. Огромный привет родителям Сани. Это дядя Витя, Диабло Старший. Вот. Привет, дядя Витя, если ты смотришь. Тоже привет, вам тоже привет. Вообще, вам привет. Вот. Я знаю, у Санька была сестра, что если она меня тоже смотрит, то тоже привет большой. Вот. Живу бы где-нибудь поближе, с удовольствием бы увиделся, приехал. Вот так, живу в глубинке, скажем так, в России. Это вообще. Очень далеко, очень далеко, пацаны, очень далеко. Да, вот такая вот погодка, ребят, вот такой вот асфальт у нас, мокрый. Ну, я бы сказал, что еще особо не летит, если машина вот с колес попереди едет, особо не летит грязь. Вот, пацаны. Так, ребята, ложек в Ильяновск такой вот, заезжаем в город Ильяновск. Кому интересно, что за город, вот опять слева Стелла, видео 360, можете вертеть телефоном или пальцем, вот так вот перемещать и увидите. Вот такой вот городишко у нас. Кому интересно, сейчас можете посмотреть. Сейчас я проеду, то есть, практически, ну, через весь город. Сейчас моя будет такие дорога через весь город. Вот, в этом городе, ребят, я не знаю, конечно, очень много информации про этот город. Но, чем, скажем так, известен этот город, то, что здесь собирают автомобили УАЗ. Вот, автомобили УАЗ. Находится этот город, если уж взять машиностроение, находится этот город недалеко от города Тольятти. Вот, километров, наверное, 200, может быть, что-то так, но что-то в этом роде, может быть, меньше. Вот, этот город Тольятти. А в Тольятти, как всем известно, собирают автоваз. А здесь собирают УАЗ. А в Тольятти автоваз. Как в рифму, да? Вот. Ну, в принципе, город, скажем так, не могу сказать, что здесь что-то прям такое вот, ну, еще известное есть. Кроме как, то, что здесь жил дедушка Ленин, вот, если его кто помнит, кто знает. А так, в принципе, из современного, что только вот автозавод УАЗ, ну, и то это уже не современно. Ну, патриоты собирают здесь, все УАЗики производят здесь. Вот. И, в принципе, все. Вот, построен ледовый дворец, тоже здесь есть. Спорт-арена, там вот тоже есть. Ну, и, в принципе, ребята, все абсолютно то же самое, что и в других городах. Но что-то, может быть, нету. Ну, могу сказать, очень сильная здесь загазованность. Очень сильная загазованность, когда заезжаешь с трассы сразу в город, чувствуется, наверное, как и уже во всех городах, очень много машин чувствуется такой вот угарный газ. А вот этот вот запах угарного газа чувствуется очень сильно. Так, что-то на лобову надо. Что-то, блин, вод мерзает. На улице тоже не особо жарко. Не лето, скажем так. Не лето. Ну, не лето в смысле не певец, а не лето просто, пацанок. Я уже начинаю угорать, прикалываться. Да, до мото-сезончика еще, конечно, ждать и ждать, блин. Скорее, уже все растаяло. Ну, ребята, как вы знаете, мото-сезончик может начаться намного раньше у меня на мотоцикле Урал, уже в другом городе. Вот, а это на юге страны, в Краснодарском крае. А что планирую открыть мото-сезон там? На Урале, на мотоцикле Урал. Так бы сейчас я уже ездил бы на Урале, вы бы смотрели видосики, конечно, такие прям 360. Прикольные, крутые видосики с таким обзором. Блин. Здесь и больно мотоцикле Урал, но это вообще, ребята, это просто, просто шикарно. Очень много транспорта, эта улица называется Московское шоссе. Здесь вообще такая движуха, здесь просто одни такие большие пробки. Ну, в принципе, как и, скажем так, во всем городе уже, с каждым годом все больше, больше и больше. Здесь пробки образуются вообще, просто, ну, неимоверные пробки, чтобы проехать вот это расстояние. Сейчас вы посмотрите, вот сейчас я чуть подальше проеду и скажу, на сколько, сколько потребуется время, чтобы проехать это расстояние. Сейчас давайте еще поедем, проедем здесь чуть-чуть. Кому интересно, посмотрите с того момента, как я заехал в город. Вот. И, пацаны, с того момента, как я скажу. Чуть убавляем. Авторские права. Не нарушаем. Везде, кругом, ребята, одни камеры. То есть, практически 60 км, ну, практически передвижение, скоростной режим во всем городе 60 км. Вот, не более. Ну, где-то можно до 80 максимум разогнаться. То это максимум. А так, везде, кругом, одни камеры. Очень много понадъедли камер. И за городом, когда выезжаешь за город, тоже едешь в какой-то населенный пункт, да, или в другой город, именно по Ульяновской области, очень много стоят придорожных камер. Вот, это стоят люди, ну, на обочинах, как мы все знаем. Я их называю крысенышами, но крысенышей очень много стоят на обочине. Ну, здесь просто вообще, вот кто проезжал этот город, тот понимает, о чем меня тречит. Ну, что, блин, на трассе вообще очень много стоят таких, таких, скажем так, существ, да, крысенышей. Мы едем, ребята, едем. Вот, ребята, вот практически вот это вот расстояние, начиная вот от светофора, который мы видим впереди, зеленый свет горит. Вот, до того момента, до выезда вообще из города. А это требуется где-то час сорок минут, это минимум требуется. Начиная с четырех часов вечера. Чтобы выехали. Вот такое вот маленькое расстояние, которое мы проехали с вами за пять минут, требуется около часа. А даже где-то и час и уходит, час двадцать. Просто автомобилей столько много, просто вообще, вы, ну, просто реально не представляете. Я вот, это вечером и утром вот такая движуха здесь. Это, конечно, очень жестко, очень жестко, пацаны. Вот, шиномонтажка прикольная, я здесь тоже колеса делаю. Нормальные там пацаны работают. Ну, а так, ребята, в принципе, знаете, да, в принципе, можно жить, конечно. Можно жить. Ну, вопрос, куда выбраться. Вот. Для тех, кто живет здесь, и в том числе я, живу тоже здесь. Как бы, вообще в радиусе, допустим, пятиста, это, наверное, минимум. Взять пятиста километров. Такого интересного ничего нету. То есть, вот радиус, да, допустим, точка, где ты живешь. Пятьсот, это вот, тысячу, это вот тоже. Ничего такого вообще в округе интересного нету. Вот. А самое интересное, я вижу, что, как бы, откуда можно выдвинуться, это обязательно там, где лето, пацаны. Там, где лето, где море, где песок. Вот. Если даже туда люди едут за, не знаю, за три тысячи километров ради какого-то отпуска семидневного, да, так, не знаю, это будет недель, бог, какого-то недельного. Вот. И еще, ради какого-то мгновения, грубо говоря, люди едут за полторы, две, три тысячи километров, ну, чтобы отдохнуть там, семь дней. Это о чем-то говорит. Вся страна практически так и живет. Ну, кто живет в России, едут отдыхать в Краснодарский край. Паться на море, отдыхать, загорать. А здесь ничего такого, в принципе, нету, куда можно рвануть. Где можно, скажем так, кайфануть. Здесь такая, знаете, ну, для меня лично такая серость, унылость. Вот. Просто приелось. Я, наверное, думаю, каждый из вас, ребят, хочет поехать. Вот. Куда-нибудь, где потеплее. Где солнце, где жара, где песок. Где-то, где лысо, где-то, 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 где-то. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Наконец-то тенек Вот, ребята, еще копейки у нас едет У нас очень много здесь такого транспорта Копейки, шестерки Даже двойки Встречаются двойки Насколько двойка редкий автомобиль, да? Встречается двойки Слева гайцы обычно стоят Сегодня их нету Сегодня концов нету По левому борту Субтитры сделал DimaTorzok 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 Что-то я так встал, потому что светофора не видно Тот мужик тоже спит Я-то не сплю, просто светофора не вижу реально А он спит Субтитры сделал DimaTorzok Здесь вот что-то разборка что ли Разборка Разборка Так, что-то здесь уступаем дорогу Давай-давай, братан, проезжай, уступаю Вот, пацаны, как-то вот такие вот автобудни Скажем так, да, катаюсь Дорожки зимой в принципе нормальные Такие ямки засыпают снегом В принципе пойдет Вот 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 она розовая Дрифт-тачка, пацаны была Пятерка Розовая с беленьким Так сочетается Там девчонка, наверное, какая-нибудь Дрифтит Лежачий полицейский Дрифт Дрифт Ребята Ребята, видео не буду ни укорачивать Ни обрезать Музыку вставить тоже, наверное, не буду Так что видео вот такое, какое есть Кому интересно, ребят, посмотрят Про Ульяновск Скоро-скоро Новый год, друзья Скоро Новый год У кого какие, ребят, планы на Новый год Давайте, рассказывайте Уже 27 декабря Наверное, это видео выйдет Скорее всего 28 Или 29 Скорее всего так Д Три семерки Ата-та Ра-та-та-ра-та-ра-та-ве Вот такой вот райончик, ребята. Мы едем потихонечку, не спеша. Вот уже продают елочки справа, но мы елочку уже нарядили, так что нам ее не надо. Кстати, ребят, давайте говорить, вы елочку нарядили уже? А сколько елочек, прилично. Сегодня хоть солнышко так, солнце греет вообще прям замечательно. Оба Волги 24-й, Ульяновск, такси, офигеть, редкий автомобиль в наше время. Ну, уже в наше время в хорошем состоянии уже редкий автомобиль. Давай быстрее, что ты келишься, блин? Ребят, вы вот просто не представляете, вы просто не представляете. Бывает, особенно утром, вот, особенно утром и, ну, бывает даже днем. За рулем столько телят сидят вообще, просто жесть. Знаете, просто так медленно ездить, это вообще, блин, просто вообще. Тут и так-то никуда не успеваешь, а тут еще медленно ездить, вот, реально телята. Вот. Дорогу переходит там, где нельзя переходить очень много. Кстати, у нас в Ульяновске очень много сбивают пешеходов. Не знаю, как в других городах, но вот именно у нас очень много, вот, блин, сбивают пешеходов вообще. И знаете, с чем это связано? То, что когда люди идут, переходят дорогу, они смотрят либо в телефон, либо просто прямо. Вот. Налево, направо они вообще не смотрят. Они вот светофор посмотрели, ну, все, можно идти, и все, они идут. Все, по идее. То есть за свою жизнь, можно сказать, свою жизнь, они доверяют светофору полностью, прямо на все тысячи процентов. А повернуть башку налево или направо, для них это трудно. Или там, ну, это надо поворачивать, двигаться, да. Вот. Или там от телефона ты переписываешься, блин, повернуть налево или направо, это очень трудно. И вот они полностью доверяют свою жизнь светофору. И тем самым происходит, конечно, печальные события. Машина едет и сбивает. Вот. Просто к чему я это говорю? Что, блин, когда переходите дорогу, всегда смотрите налево-направо. А не доверяйте свою жизнь светофору полностью. Это как бы, ну, неправильно. На все сто процентов доверять свою жизнь светофору. Смотри по сторонам. Как говорится, будь осторожен, как в песне Виктора Цоя. Ещё, блин, тоже делято. Можно же вот так вот поехать. Прям без проблем. Вот она, ребят. Ауди соточка. Что-то он везёт там такое, торчит у него. Или, может, багажник у него не открывается. Не закрывается, не работает. Все четыре. Такая подушатанная. Молдингов нет на дверях. Оторванные все, я смотрю, прям с корнем. С корнем вырвали молдинги дверные. Вообще. А так, конечно, прикольный аппарат. Лютый, лютый. Особенно Ауди С6. Тоже старая, такая же сотка, но С6. Ну, заряженный, полный привод, Quattro, С6. Вообще лютый аппарат. Старый, надёжный, неубиваемый немецкий танк. Вот. Чем я и люблю такие автомобили. Они ценятся с каждым годом всё больше и больше. А современные автомобили нынешнего поколения, скажем так, они уже... С каждым годом на них цены падают. А на эти с каждым годом цены растут. Вот в чём огромный, как говорится. Ну, не то чтобы плюс, да. А вот в чём, как говорится, факт. В чём факт. Вот здесь вот пилята постоянно не могут разъехаться. Просто светофор такой долбанный ещё, реально. И вот это вот. это ребята улица все в ночь все утро вот кстати сзади едет эта аудюга вообще шикарно смотрится такая широкая вот раньше умели же делать автомобиль блин вообще сейчас какие то все узенькие такие все прям не знаю такие базы у них узкая вся прям вообще высокие блин раскачиваются на скорости блин вообще жесть кстати скоро будут делать блоки двигателя из пластика пацаны как клапанные крышки знаете уже давным-давно делают из пластика клапанные крышки потом их со временем ведет от перегрева от нагрева и начинает течь маслица на куска весь движок начинает маслица собирают и герметики еще вроде как будет скоро вы представляете блок двигателя ребята из пластика это же вообще блин он будет я не знаю сколько это он будет сухим работать но патикет он точно вскоре через некоторое время он прям не знаю там пробег и и